Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, дайджест лучшего об английском за неделю. Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он поделился самым успехами своей администрации, начиная с 2016 года, и отметил, что ни одной администрации не удавалось достичь таких высоких успехов, как его. И вообще, Америка наконец-то doing great. Almost any administration in the history of our country. America's, so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Если вы еще нигде не натыкались на мемы про мотыльков и лампочки, то, вероятно, вы и видео это не смотрите, и интернета, наверное, у вас нет. Потому что они заполонили интернет. А тем временем в Новой Зеландии тюлень побил каякера осьминогом. Выглядит это еще абсурднее, чем звучит, и это самый наглядный пример фразы, что значит оказаться не в то время, не в том месте. Все эти новости мы бы не узнали, если бы не учили английский на пазл English, на котором за неделю вышло столько всего интересного об английском, что каждый раз одно и то же. Серьезно, вы переходите хотя бы по этим ссылкам, которые я оставляю под видео? И как только мы не использовали нашего штатного ирландца Хью, чтобы заполучить от него еще больше знания английского. Мы снимали с ним видео, мы записывали с ним подкасты, мы заставили его быть преподавателем в курсах пазл Академии, мы заставили его озвучивать переводилки и фразы на сайте. А в этот раз он вообще побыл для нас с Гуглом и ответил на самые популярные поисковые запросы об ирландцах. Кто прошел мимо конференции Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, тот точно не мы. Не могли мы пройти мимо такого потрясного ирландского акцента Конора и двойных отрицаний Хабиба. Ну, хайпажоры, да. А вот и туалетные шуточки подвезли прямиком из ирландских пабов. Если никак не можете выбрать, какую английскую песню вам выбрать, чтобы петь ее в караоке и блистать перед теми, кто поет Хелепса и Аллегрову, присмотритесь Kiss Me, она как раз появилась у нас в видеопазлах. Kiss Me Out of the bearded barley Nightly Beside the green-green grass Swing, swing Swing the spinning steps You wear those shoes and I will wear that dress If вдруг у вас есть какое-то постыдное увлечение, в котором вам не хочется признаваться, например, вы смотрите «Замуж за Бузову» или слушаете «Укупника», это называется Guilty Pleasure на английском. Об этой и еще девяти интересных идиомах, связанных с удовольствиями на английском языке, можно посмотреть в уроке Леры, а в комментариях поделитесь с нами своими Guilty Pleasures. По пятницам я люблю смотреть «Поле чудес», ну вот нравится мне эта передача, да, хоть и надо мной потрунивают друзья. Я смотрю Сережу и микрофон. На самом деле самые сложные английские слова – это не какие-нибудь там misappropriation или truthfulness, это мелкие down, off, on и up, которые постоянно меняют свои значения и переводятся, как им вздумается. Посвятили им отдельный подкаст, называется Off to University. Если вы мечтаете о собственном роскошном пентхаусе в центре города, но у вас нет денег даже на холодильник, то, ну, бывает, да, ничего и не поделать тут. Но зато у нас есть про вас транслейт. Заходите переводить. На сегодня это все, было приятно провести с вами время, не забудьте перейти по всем ссылкам, о которых я вам сегодня рассказала, и выучить, наконец-то, английский язык. Бай-бай! Субтитры создавал DimaTorzok